МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не переключайтесь. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Уладкали Тулебаев, поэт, преподаватель Закату, а также уважаемая мудрая наши бабушки, это Сауле Нургалиева и с ней вместе Казира Калмурзина. Аслжан Мурзабулатова, заведующая отдела экспозиции и организации выставок и Агирке Шамгалиева, тоже является преподавателем в школе, она обучает детей народному ремеслу. И я рада вас сегодня приветствовать в нашей программе, конечно, хотелось бы поздравить вас с наступающим праздником, спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию, такие красивые, нарядные наши женщины, в том числе и я сегодня решила одеться так, именно по случаю празднования этого праздника, так как и не за горами уже и праздник на УРЭС. А как ваше, скажем, предпраздничное настроение? Платкали Тулебаевич, поделитесь тоже своими эмоциями. Настроения отличные, на УРОС месяц, март месяц, по-другому по-казахски называют ХАМАЛ или АМАЛ, это первый месяц весны, начало Нового года, поэтому я пользуюсь случаем, хочу поздравить вас всех, дорогих женщин, с прошедшим праздником, праздником весны, а также праздником, наступающим праздником на УРОС и Курсу Айт. Пожелать вам самого наилучшего, процветания, благоденствия. Этот праздник является очень важным в нашей истории, в традиции нашего народа, потому что после долгой зимы люди собираются, они должны видеть друг друга, поздороваться, пожать друг другу руки, узнать, живый ли он, здоровый. Кроме того, за эти 6 месяцев люди пережили трудности, зимовки, поэтому это время, когда телится скот, очень много молока, приплод получаем, уз получаем, молозивы. И казахи говорят, вот у животных губы достигают зеленого, это пасибиш, а у людей белого, это молоко и молочные продукты. Поэтому мы ждем от этого науроза очень многого, потому что это начало, этот праздник является очень древним, и он в основном сохранился на западе Казахстана, но его празднуют сейчас почти во всех уголках нашей страны, кроме того, кроме Актюбин, некоторых районов Актюбинской области, Мангистаусской, Атраусской и Западноказахстанской областей. То есть, с чем это связано? Почему эта традиция сохранилась только у нас в Западном Казахстане? Это, наверное, связано, по мнению многих ученых, с тем, что природно-климатические условия разных регионов страны отличаются. И именно в Западном Казахстане и в приграниченных наших областях Российской Федерации, Саратовской, Астраханской, Оренбургской, Волгоградской, природные условия почти одинаковые. И в это время, вот, скот выходит, животные выходят на паспище, люди выходят на джайляу, и очень много молочных продуктов набираем силы. Молозиво, это, вы знаете, повышает иммунитет, особенно сейчас, когда по стране, в мире объявлена пандемия болезней. Науроз, вот это облегчит наше здоровье, укрепит, и поэтому я считаю, что наш народ этот праздник с достоинством встретит, с радостью, и будет жить, работать, начинать новую жизнь, новые планы, новые свершения. Спасибо. Поздравляю вас всех. Я хочу напомнить, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Если вы желаете сейчас воспользоваться моментом и поздравить всех жителей нашей области, а может быть своих родных и близких с этим замечательным праздником, то, пожалуйста, наберите наш номер 285869 или можете написать на номер ватсапа 837-264-15. А теперь вам слово, уважаемые наши бабушки Сауляпа. Спасибо. Я тоже пользуюсь случаем. Сначала сразу хочу поздравить всех здесь сидящих, да еще жителей поселка Тайпак Акжаевского района, курсовать 14 марта. Я всем желаю светлого дня, светлых жизней, счастливых, хороших дней, чтобы было у нас самое главное, мирное небо на нашей земле. Еще 14 марта пробуждение природы, земли, пробуждается все живое. Поэтому у нас 14 марта как-то по-старому это наш Новый год. Еще у нас есть вот такое интересное событие, оказывается. 14 марта, если идет снег, 14 марта, это оказывается очень хороший, добрый знак. Почему? Потому что снег благословляет, природа благословляет, значит, в своем, в наших людей. Поэтому, когда идет, вот у нас в Уральске, например, каждый, почти, я не помню, 14 идет снег, и люди, оказывается, называют этот снег наурусом Акчакара, в переводе белым снегом наурусом. Вот такой вот замечательный, оказывается, добрый, есть начало нашего науруса. Ну, погода непредсказуема, может быть, завтра идет снег. Да, да. И по традиции нашей, я даже помню, когда я маленькая была, наши бабушки, наши мамы украшали дом. Как хотелось, ну, обновили все. Сами обновили одежду, покупали и решили мамы нашей обновку свою. Потом взвешивали, что у нас новое есть, там все уже на вид поставили. Вот. И пекли баурсаки. Это обязательно. Варили мясо, варили каза, варили с науруску же. Застирали, накрывали, шедр такой, да, сархан, и никого не приглашали. Наоборот, все молодые, ну, молодча, люди наши, родственники, приходили поприветствовать, поздравить с праздником, поприветствовать рукопожатием. И каждое рукопожатием, объятием, они просили прощения за то, что когда-то, может быть, обидели. И этим рукопожатием, этим объятием они прощали друг друга. И дарили друг другу по возможности подарки разные. Вот такой у нас хороший обычай. Обычай сохранился. Наши. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Казирапа, а вам, какие именно, для вас, вот, какие воспоминания тоже сохранились в памяти? Может, тоже какие-то интересные факты знаете из празднования этого праздника? Я тоже поздравляю всех с наступающим праздником наурус. Скоро-русу-ай. Всех. Желаю крепкого здоровья. У меня бабушки, старших, всех, внуков рукопожатием пришли поздороваться. Все пришли, соседи, все к маме пришли, к бабушке пришли. У меня была бабушка, прабабушка. И моя свякропка, все поздравили, пришли. Сватья пришли, все пришли поздороваться. Желали крепкого здоровья. В прошлом году наурус мы встретили в своем дворе, с соседями все пригласили всех, кто проходит, всех пригласили на кужи, угостили всех, песни пели. Хорошо, дружно отметили наурус. В прошлом году хорошо отметили. А курсуайт как вы встречаете завтра? Как вы будете встречать курсуайт? Уже идет подготовка полным ходом? Да, идет. Вот и нашим телезрителям сейчас нет времени, они пекут баурсаки, наверное. Да, баурсаки, кужи приготовили уже. Щеки у нас обязательно. Обязательно. То есть вы сегодня в студию, видите, принесли и кужи, и баурсаки свежие. Спасибо. Асуржан Габдуловна, вы тоже, наверное, уже настроены на праздник. Скажите тоже нам, пожалуйста, как вы встречаете, и для вас, что значит этот день курсуайт? Возьмите микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Хотелось, конечно, в первую очередь поздравить всех жителей и гостей нашей области и города с прекрасным праздником, весенним праздником Курсуайт, Курсукна. День, который ждут с нетерпением, я думаю, все жители западного Казахстана в целом, потому что эта традиция сохранилась, как сказал предыдущий собеседник, только в западном Казахстане и соседних областях Российской Федерации. Этот праздник сохранился и у каракалпаков. Этот праздник день, который... С этим праздником и воспоминания с детства связаны. Когда утром рано нас будили, мы бежали по улице, заходили в любой дом, здоровались, протягивали руки, обнимались. Нам давали гостинцы. Нам давали гостинцы, с полными карманами бежали назад и уже собирались в школу. Когда были детьми, нам было это интересно очень. Это было очень интересно. Получить конфетку. Да. Это много значило для нас. И это очень теплые воспоминания. А потом уже, я помню, мама всегда щеки варила. Это голову, который сохранился с Огома. Звали мы всех соседей. Всегда были баурсаки. Все национальные блюда практически ставились. Ну, очень светлый праздник, очень добрый. И поэтому и добрые воспоминания с ним связаны. И сейчас мы продолжаем традицию наших родителей. Это день, когда мы встречаем Новый год. И, как говорит история, что именно в этот день женщины выносили на улицу всю одежду зимнюю. Даже предметы вооружения. Новый год встречали и одушевленные лица, и неодушевленные предметы. В общем, чтобы обновиться. Ну, и в то же время увидеть, что пришло негодно, с чем нужно распрощаться, что можно оставить. Спасибо. Всех поздравляю. Новый год. 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 Я хочу прочесть стихотворение посвященным этому празднику композитор Арон Хасанов, наш земляк, он родом из Атравовской области, работает здесь в Уральске, написал песню на мои слова, наурус. Я прочитаю это стихотворение. Көрсу айт, бүгін біздің айтымыз, дастарқанда қазығарта майқымыз, қалқымызға бірліктілеп, бақтілеп, көрсу айтта құтты болсын айтымыз. Көрсу айт, қосылыпты басымыз, көрсу айтта жас қойып, қосыпты жасымыз, көрсу айтта дастарқанда ақтамыл, бүгін біздің науырыс көже асымыз. Антымағым енді бізді жебейсін, алауыздық енді бізге үгейсін, көрсайтта сабилер кеп өмірге қазағымның басы өсіп көбейсін. Дети рождаліз праздники науырыс, у мене, например, друг, адын кластик, егі завын науырыс бай, чес науырысы. И этот праздник является праздником обновления, от которого многих ждут люди. И я желаю всем жителям Казахстана, всего мира, который празднует этот праздник всего наилучшего весеннего благоденствия. Благодарю. А сейчас мы прервемся на музыкальную композицию, далее мы продолжим нашу передачу. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Дорогие телезрители, не переключайтесь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 возможно но это все конечно гипотезы этот праздник у монголов существует до сих пор называется зол гох идея как бы это праздника тоже люди здороваются у монголов просто младшие ладони протягивают открытыми старшие сложат свою кладут ладонь на ладонь младшего и вот таким образом как бы идет приветствие младшего поколения старшему поколению младший поддерживает под локоть старших тоже варится мясо накрывается стол это очень щедрый праздник этот праздник есть и у бурятов и у тувинцев вот поэтому скорее всего это такой прото тюркский праздник все таки спасибо ну и на западе многие спрашивают почему сохранился на западе да у нас суровый климат как сказал был отпек тулебаевич аулы были друг от друга отдалены поэтому после долгой зимы когда снег таял ехали навещать своих родственников обнимались здоровались вот скорее всего таких вот суровых климатических климатов именно наши и он продлевался на 8 дней то есть до 22 марта вот и многие задают вопрос почему именно 14 марта опять повторюсь что в 1918 году перешли на григорианский июлянского календаря и поэтому 1 марта сместился на 14 марта у монголов допустим исчисление нового года идет с 22 декабря до зимнего равноденствия когда день начинает прибавляться у них неделя состоит из 9 дней и вот 9 9 то есть делится тоже на температурные циклы вот этот температурный цикл холод когда рождается мороз 22 декабря и до когда он умирает до 14 марта очень интересно да вот 9 звонок сейчас вы дали продолжите алло здравствуйте вы в прямом эфире алло добрый день представьтесь пожалуйста я снаха бабушки хочу передать привет наш любимая благоволожаемая бабушка и хочу поздравить с отличным праздником кубаске желаю всего наилучшего вам здоровья сейчас наха не поняла еще раз пожалуйста повторите вы являетесь честь нахой здесь ваша бабушка саулеопа вы не узнали родной голос своей снохи спасибо большое за ваше теплое пожелание поздравления и мы тоже присоединяемся к поздравлению с праздником вас и спасибо что вы смотрите нашу передачу и решили позвонить сегодня к своей бабушке и поздравить ее с праздником очень приятно наверное вы закончили свою мысль или хотели вы до этого говорили что обязательно должен накрываться стол готовится различные блюда вкусные вообще говорят народе чем щедрее будет там дастрахан тем богаче будет вот да успешнее вот какие должны быть блюда и вкусности и именно ядство да должны украшать праздничный стол нашей бабушкой еще сноха вооружана момшала написала оказывается с 13 на 14 по нашему поехали с 21 на 22 стол должен накрываться и с краю с одной стороны должен полная чашка воды чтобы с неба выпало много дождя чтобы было урожай хороший потом с другой стороны будет полная чашка значит пшеницы там риса там еще всякий это потому это должно расти чтобы много был урожая и стол должен быть накрыт на полностью чтобы было всегда достаток на этом доставка не в этом доме вот такой у нас и поэтому каждый раз должны мы повысаки печь чельпеки мясо щеке должно быть на столе это сом отцовом коза карта все что у меня например есть и сейчас слава богу магазин очень много сами смог и наш сейчас они все делает значит пирог мясной всякой всякой вот все должно быть на столе вот 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 такой у нас должен быть и самый главный этот на русской же на русской же там 7 ингредиент ингредиенты да там должен быть вода соль мясо хоть какое но мясо должен быть и пшеницы разных сортов значит 7 ингредиентов почему именно 7 вот что означает это 7 агра киэль сан говорит это кайда священная цифра 2 казахов это священно житта а также это казна у нас все все поэтому вот так вот на русской же это очень первое блюдо она же сытная еще смотрите там чего сытного и вот и полезно и полезно да и полезно очень мало спасибо я хочу зачитать еще сейчас одно поздравление ваш адрес добрый день лаура и гости в студии я души поздравляю всех жителей нашего города с таким светлым добрым а главное необходимым для нашего поколения праздником хочу пожелать всем милосердия доброго отношения друг другу гостеприимство уважение и конечно же поздравляю с наступающим праздником на урос очень отрадно что наши праздники берут начало от наших предков и доходит до наших дней и надеюсь что благодаря нашим гостям и всем нам этот праздник и все наши традиции так и будет передаваться из поколения в поколение у меня такой вопрос расскажите а как правильно нужно приветствовать людей в этот день я всегда просто пожимаю руку человека спасибо анна задает такой вопрос спасибо платкали тулебаевич или вы наверное вот ответить на этот праздник в этот праздник еще молодежь кто меньше возраста идет здороваться в первую очередь почтением людям кто постарше родным близким соседям так мне надо давать две руки а то некоторые вот как говорите просто да не просто пожать это почтение старшим и молодежь будет знать преемственность поколений кто у них в роду или в селе в ауле кто старший и старшее поколение передает им нашу традицию обучает молодежь и кроме того есть бата они благословляют молодежь чтобы у них была долгая счастливая жизнь есть специально наурзбата также дают а кто указав весь поговорка бата минин ерку герер жангбр минин жирку герер от дождя зеленеет земля а вот благословение растет молодежь очень важно для молодежи взять бата они тоже роски старшего поколения поколение роски как зелен растет и человек тоже так развивается зреет и он себе пит вы наши традиции обычаи они знают будет будут знать как уважать старших с почтением как отнестись и даже по-разному говорят одни говорят не менее трех домов мы должны посетить некоторые говорят не менее семи домов а если есть возможность в ауле например все двери тут не закрывается ждут гостей дастархан богаты готовы и здоровцы идут с удовольствием молодежь спасибо давайте покажем сразу нашим телезрителям чтобы она увидела как нужно правильно кто-то облакируется вот этот фраза если нам здесь не было потому что кто-то может это что А почему так важно именно просить прощения именно в этот день, 14 марта? И обязательно говорят, если есть обиды, какие-то обиды на человека, то человек должен простить этого человека, друг друга прощать. Во-первых, раз Новый год, это праздник обновлений, начинается новая жизнь. Новая жизнь, надо вступать с новыми мыслями, с новыми чувствами. И всё плохое оставить уже позади в прошлом году, в первую очередь. Ну и о том, как приветствовать именно в этот день. Женщины обычно касаются друг друга сначала правым плечом, а потом уже левым. Это касается женщин. А пожилым людям надо протягивать руки. Именно вот так вот, курсу Айт. Именно вот так вот приветствовать друг друга именно в этот день. Спасибо. Еще говорят, если кто-то не прощает, ему говорят, ты что, когда плавится синий камень Самарканда, а ты не прощаешь, ты что, хуже камня или тверже камня? Поэтому человек должен всегда прощать, уметь беспрощение, обида, все это груз же, и у казахов есть такая поговорка, где единство, там силы, там жизнь. А жизнь только начинается. Если мы будем друг на друга обижаться, ругаться, в дальнейшем, целый год до следующих наурузов надо дожить же, какая это жизнь будет? Поэтому все надо оставить позади. Не уносить обиды и лишний груз с тобой, а лучше отпустить. Преодолеть все трудности. Я так считаю. Спасибо. У нас остается 4 минуты до окончания эфира. Какие у вас будут пожелания всем нашим телезрителям? Поздравить всех жителей нашей республики, нашей области, наших районов с таким светлым праздником. Дай Бог им всем счастья, здоровья и благополучия. Микрофон, пожалуйста. Здоровья крепкого, успехов и в работе, и в работе. В личной жизни, семейного счастья всем. И, Лаура, хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить всех в наш областной музей. У нас открылась замечательная выставка «Асимдек Алема». Все, что касается женщины и советского периода, и современного, и одежды, вся представлена женская. Всех приглашаю посетить эту выставку. Спасибо. Мы закончим, наверное, стихами нашу передачу. Спасибо. 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 Я благодарю вас за участие в нашей передаче, и хочу еще раз напоследок поздравить всех с наступающим праздником. Курсуайт, пожелать вам процветания, благополучия и достатка. Всем приятных выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok